Уважаемые телезрители, иногда в мире обретают бытие такие явления, которые сложно описать, тщетно изобретать формулировки, когда ты задыхаешься от восторга. И сегодня мое дыхание мне не принадлежит, ибо я вспоминаю Смоктуновского. Иннокентий Михайлович, этот чудодейственный организм по праву стал символом лицедейства. Но, увы, понимаете, меня в нем очаровывает все, даже когда он просто дает интервью. Подлинный эверест насладительного лицемерия, этот благодатный переход за границы добра и зла, и банальности, вот что сводит с ума. У меня перед глазами кадры Смоктуновский на своей даче показывает две фотографии, себя в образе Моцарта и Сальери. Но в этот момент в его глазах живет и гений, и гениальный злодей, и их единство. Вообще для меня, как для режиссера, не существует отрицательных персонажей. Есть те, кто сыграны талантливо и кто изображены бездарно. И это касается не только театр кино, но и жизни. Главная роль Смоктуновского вовсе не князь Мышкин в театре Товстоногова, не Гамлет у Козинцева и не царь Федор Иоаннович в Малом театре. Да, эти роли стали истинным потрясением для одного поколения. Да, они должны быть признаны вехами актерского мастерства для всех поколений, но не вымучены ленинградской помощницей Товстоногова Розой Сироты и Мышкиной, ни рефлексирующий советский интеллигент Гамлет, ни надуманный герой трагедии Алексея Толстого не могут соперничать с главной его ролью, с образом самого Смоктуновского. Поэтому особенно он блистательен в ролях, затрагивающих его характер. Он весь в этой интонации, в улыбке, в этой детской простоте и вместе с тем в колоссальном, видите ли, в кавычках уважении к людям. Вы знаете, вот говорят, нитше бы ироническая поза, нигилизм, поэт, бильярд, но ведь нитше никогда так не посмотреть на какого-нибудь клопа, так как смотрел герой социалистического труда Смоктуновский. Ну что же, а вечером с вами мы вместе будем смотреть фильм режиссера-интеллектуала Анатолия Эфроса «Високосный год». И я назначаю вам всем встречу на телеканале «Москва. Доверие». Дорогие друзья, сегодня мы с вами вновь будем рассматривать со всех сторон такой отдельно стоящий особняк актерского существования, как Иннокентий Смоктуновский. Я уже говорил в начале нашей ретроспективы, что этот артист лично у меня вызывает восторг не только образами, созданными им на сцене, но и главной его ролью, ролью самого Смоктуновского. Можно долго описывать составные части его профессиональной индивидуальности. Это и неподражаемые интонации, и только ему присущая мимика, и особенно та неподражаемая улыбка, которая тебя восторгает и которая тебя уничтожает своим неопровержимым, совершенно обоснованным высокомерием. Но главное – это тот характер, который порождает все эти внешние средства выразительности. Именно его натура сводит с ума своими эверестами и пропастями. Весь его гамлет умещается в неповторимую интонацию фразы про флейту, на которой играть нельзя. Да, это подлинное и такое продленное и затемненное дыхание. Это сила негодования личности по отношению к ничтожествам. Вот в этом весь Смоктуновский. Или даже не надо гамлета. Простецкий, казалось бы, фильм Герасимова «Дочки матери». Да я бы вообще за один эпизод, более того, за одну, что называется в профессиональном языке, оценку, поворот головы и взгляд, я бы за это подал бы все Оскары сезона. Помните, когда такая непосредственная девушка, воспитанная в детдоме, говорит герой Смоктуновского, что, мол, не добились вы в жизни большого успеха. Ну ведь не всем, собственно, это и дано. И вот здесь я ощущаю экстаз от той степени внутреннего, чудовищного какого-то негодования героя Смоктуновского, гордыня которого уязвлена. А то, вы понимаете, вот раздают эти статуэтки из года в год какой-нибудь скучно изображающий из себя большую драматическую актрису, но везде одинаковой и набившей оскомину Мэрил Стрип. Или какому-нибудь афроамериканцу, играющему положительному персонажу и наставляющему на путь истинно заблудшего англосакс. Ну ерунда все это. Вот лучше вы знаете, давайте сегодня мы посмотрим вместе с вами фильм Эльдара Рязану «Берегись автомобиля». Мы этот фильм замечательно, хорошо и давно знаем, но это нам не помешает получить удовольствие еще раз. Итак, до встречи сегодня вечером на телеканале «Москва. Товерие». Мы продолжаем встречи с одной из самых моих любимых артистических индивидуальностей. Я говорю об Иннокентии Смоктуновском. Друзья мои, вы понимаете, нельзя быть одним из тысяч приматов, бессмысленно произносящих чужой текст в чужих мизансценах. Это скверно. Уж если ты выходишь на некое возвышение перед собравшейся публикой, изволь быть гением. И никак не меньше. Я вспоминаю один спор в уютном ресторанчике, который затеялся с замечательной нашей актрисой Людмилой Чурсиной. Предмет спора вроде бы некорректный и бессмысленный. Ну, кто все-таки номер один? Смоктуновский или Евстигнеев? Как вы догадываетесь, я темпераментно отстаивал первенство Иннокентия Михайловича. Причем в качестве аргумента, так сказать, козыря, я использовал аргумент своего оппонента, обвинение Людмилы Алексеевны в том, что мой подзащитный, деланный, неестественный. Так вот, для меня искусство – это как раз деланное чудо. И чем более деланное, тем более чудо. И вовсе это не противоречит тезису о природном таланте, о живой жизни. Вот художник родился с гениальными возможностями. Но дальше ведь надо себя еще сформулировать. И сегодня мы будем смотреть, по моему мнению, незаслуженно забытый прекрасный фильм Георгия Юнгвальд-Хилькевича, снятый по повести Сергея Абрамова «Двое под одним зонтом». Искусственная манера Смоктуновского, которой играет директора цирка, в этом фильме выпущена на полную волю. И это доставляет сказочное наслаждение. Только чтобы получить его, я бы посоветовал вам принять как данность тот факт, что все люди разные. И не просто разные, а разные на видовом уровне. И вот такие, как Смоктуновский, они принадлежат к иному виду. Им глупо завидовать. Глупо, потому что бесполезно. А значит, надо расслабиться, просто получать радость от созерцания необычного. Тем более, что фильм «Двое под одним зонтом» украшают дивной мелодии Исаака Шварца. А мелодии Шварца, как вы знаете, это всегда чувственное, интеллектуальное и очень нежное начало. И вот все это вместе с творчеством Смоктуновского сегодня мы вместе с вами и увидим. Вечером на телеканале «Москва. Доверие». Продолжение следует...